здравствуйте мои дорогие подписчики прогулки по осетии алании я размываю границы теперь я нахожусь в северной части алании это у нас в дегорском обществе от селения от города чикала может быть километров 30 уже в глубь ущелья нахожусь местности недалеко от селения задолеск чуть ниже находится донни фарс буду их по возможности говорить по-дигорски когда у меня получится и потом по картам или вы в комментариях оставьте донни фарс находится вот там но выше прям у подножия хребта о там наверху виднеются крепости и башни целые городки города настоящие средневековые друзья чем славится задолеск естественно великая легенда после того как тамерлан истребил практически всю аланию люди бежали в горы и то ли там миф легенды наверняка в истории эта женщина была потому что она задолески на на как отождествляется как спаситель рода аланского куча детей сирот блуждали по ущельям по горам и она вот их собрала и спрятала в пещерах и выходила вырастила и так она спасла ну дастинский задолески на здесь сейчас строят то как можно дать и всякие помпезности сам аул находится чуть подальше у нас просто сегодня задача кое-какая была другая пробраться глубже в сторону дзинага кстати дорога сейчас прям очень много камнепадов и не то можете камушек словить по основной дороге асфальтированная но опасненько сейчас после дождей как земля рыхлая после снега и камни падают вот заехали через чиколу но кто смотрел мое видео про сгид напомню вам вот там глубже ущелье разделяется на две части поселение мацута и оттуда направо уходит в сторону дзинаги и стурди горы там же находятся известные турбазы порог небо русельмаш комард таганрог эти базы находятся вот в налево в ту сторону уходит ущелье уолоку это этакий смесь иронского гола рождегорским такие известные села как комун-то гальят находится в тех местах местности для что полностью рассказать историю дегорского общества это было одним из оплотов на самом деле нации крепчайшие общества и они практически базировались в этом ущелье и уздонском ущелье параллельная с той стороны вот соответствует они с горной балкарией находится кавардина балкарии непосредственно горная балкария поэтому было очень много тесных связей именно с балкарцами и с иронцами лагерского ущелья и также у них были переходы в сторону если не ошибаюсь имелете по моему в сторону Грузии вот сюда это далеко как бы легко говорить но были такие связи через горы вот так друзья размываем границы скажем так сносит границы и теперь осетия северная южная восточная западная центральная все это вы можете смотреть на моем канале может быть не какие-то профессорские заметки но насколько что я сам знаю с вами делю своими знаниями я не претендую на профессорские или скажем так кандидата исторических наук я просто любитель я люблю свою родину и изучаю может быть не особо углубляюсь а стоило бы наверное вот то что знаю короткие заметки для вас большей частью по пейзажам кстати вот этот хребет он еще уходит вот здесь полукругом но дальше уходит аж до горы корюхо корюхо находится над фиагдоном и с этой же стороны еще находится над сам от унал который вам снимал сейчас прохладненько вот привез сюда туристов сам здесь не был буквально 36 года это был проездом вот много читал принципе по про эти местности но все в голове не укладывается к сожалению так что рекомендую всем засесть за книжки и почитать историю декорского общества кстати в осетии было 11 обществ вот три общества если не ошибаюсь из них были в южной осетии или 4 остальные все были северной северной части осетии тагаурская гуртатинская дегорская вала джерская на ромами сонской кударская туальская в общем всех сейчас не перечислю по памяти но трудные условия жизни здесь воздух в отличие допустим от глубже мест там повлажнее а здесь сухой климат снег как видите особо не задерживается что довольно таки ветрено прям как как фиагдоне как в гунале климат такой же но кажется чуть попрохладнее все таки вот летом здесь жара но вечерами очень приятный воздух вот конечно хочется сейчас попродить подосканание снять но к сожалению и время поджимает но обещаю как-нибудь я сниму то самое место где произошло историческое событие где от похода тамерлана задолеской задолеская нано спасла рода снинский то есть эти места есть в виде пещеры они за кустами в лесах их надо найти то есть и попрошу чтобы вам рассказали более подробную историю да в принципе эта история эту историю можно забить в википедии краткий обзор по этим событиям это у нас события если не ошибаюсь тысячу триста девяносто пятый год 14 век по моему а может быть 1200 вроде бы все помню но как-то все вылетает из головы насладитесь просто отдалю потрясающей красоты задолеск не само село находится чуть дальше именно окрестности вокруг селения задолески возьму себе или намотаю скажем так на ус и обязательно постараюсь попасть вот ставьте где находится сейчас вот ложбине сел туман вот там непосредственно древнейшие средневековый городок с крепостями геоналхами целыми комплексами как же это все хочется увидеть посмотреть и вам показать ну что друзья следите за моим каналом подписывайтесь подписывайтесь оставляйте комментарии только ни в коем случае не злобные что-то по истории как говорится нравоучения мне читать не надо вот если что-то знаете просто поделитесь этой же информацией чтобы я узнал и посетители моего канала в том числе всем пламенный привет из Негорского общества человек с и ромской фамилии кударского разлива очень интересная вот такая горка кургановитная какая-то и с острыми конечностями друзья 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 сейчас дымка такая не видно четко вот там потрясающие крепости и посмотрите на верхушки вроде бы хребет идет и потом как игла пик скалы это все чистейшая скальная порода вот дорога живописная не жалейте времени средств понадобится немного катайтесь гуляйте и главное не забывайте лайкать и подписываться на мой канал пока